Ух ты, какой маленький, и ёзик маленький такой, и уже своим носиком тюк-тюк-тюк-тюк, сейчас ты кушать будешь молочко, ты, носик маленький, видно, недавно родился, ух ты, хороший, итак, ребята, сегодня мы с вами рассмотрим сварочный инвертор Megatech 160ES, вот такой видок он имеет, сейчас мы будем разбираться, как варить ним вертикально идеальные швы, насчет идеальности, конечно, можно чуть-чуть умолчать, но попытаться стоит, значит, вертикальные швы мы будем варить вот таким вот сварочным инвертором Megatech 160NF, что он собой представляет, значит, клеммы для подключения, плюс и минус электрододержателя, вот он, так выглядит, и, значит, табло индикации, ручка регулировки тока, индикатор включения, индикатор перегрева, сзади у нас имеется вентилятор и кнопка включения-выключения, питание 220 В, сейчас включим и попробуем ним поработать, в комплекте идет инструкция, гарантийный талон и, так сказать, сам кейс, в котором легко и удобно переносить сам инвертор, значит, включаем питание, загорелась кнопка индикатора, заработал вентилятор, обдува, водистая индицируется, ток 10 А, нулевое значение тока, клеммы, вот горит индикатор включения аппарата, значит, выставим сейчас максимальный ток, посмотрим, сколько он показывает, ток показывает на дисплее 160 А, перед тем, как говорить, надо подобрать оптимальный сварочный ток, вот я сделал первый шов на токе 60 А, второй шов сделал на токе 90 А, сейчас остыло и смотрим, что у нас получается, при токе 60 А шов получается такой умеренный, равномерный, узкий и как бы, ну, хорошо так лежит на детали, вот, а при токе 90 А шов получается широким, таким плотным, но есть недостаток, как вы видите, он прожигает вот в этом месте саму деталь, то есть он как бы делает такой глубокий провар и отбирает часть металла, мне не нравится этот момент, поэтому, значит, потренировавшись на заготовке, я буду делать только вертикальные швы током 60 А, значит, первым делом пишем ток равный 60 А, угол наклона электрода, угол 45 градусов, на электрододержателе, например, вот этом вот, есть специальные такие, значит, направляющие и можно поставить электрод под любым углом, поэтому ставим мы его под 45 градусов для вертикального шва, это первое условие, чтобы сделать красивый вертикальный шов, даже начинающему сварщику, значит, как надо варить, есть 4 случая, мы их сейчас все рассмотрим, 1, 2, 3, 4, значит, первое, как надо вести электрод, вести электрод будем в первом случае на первом шве Z-образными движениями, как они выглядят, 1, 2, 3, 4, 5, и так дальше, то есть, похоже на букву Z, на втором шве будем вести полумесяцем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и так дальше, вот такими вот движениями, на третьем шве будем вести, значит, обратным полумесяцем, 1, 2, 3, вести надо неспешно, 1, 2, 4, 5, 6, 7, и значит, четвертый вариант получается, это восьмеркой, значит, как она ведется, вот такими вот движениями, конечно, очень заковыристый прием, но, тем не менее, можно попробовать, о, восьмерка, значит, вставляем электрод в электрододержатель, электрод у нас будет тройка, под углом 45 градусов, при этом держать надо для хорошего шва вертикального, держать надо электрододержатель вот так вот, вертикально, и по заготовке вести под углом 45 градусов, то есть, заготовка у нас будет вот так, вот, вот так вот заготовка, как лист, сейчас покажу, вот так заготовка, и мы держим вертикально и ведем, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, так швов рекомендую подключать электродержатель, значит, к плюсу, таким вот макаром, а вот этот вот контакт, земля, или как он там называется, масса, которая идет на заготовку, подключаем к минусу, штекера, разъемы вот так вот выполнены закручиванием по часовой стрелке, значит, перед тем, как варить заготовку на газовом баллоне, его сначала надо распилить, чтобы он внутри был пустой, чтобы не улететь на луну, а потом уже приступать непосредственно к самой варке. Детали. Длинные письма сварщики писать не любят, в основном вот такими вот иероглифами пользуются в обиходе, и им друг другу, друг друга понятно. В общем, пошел дождь, пришлось перебазироваться на другую стройку, тут я штукатурку, в общем, делаю, вот и буду тут, значит, варить. В общем, нарисовал на заготовке вот так вот 4 линии, буду варить буквой Z, полумесяцем, обратным полумесяцем и восьмеркой, вертикальный делать шов. Остыла заготовка, оббиваем шлак, первый раз варю в жизни вертикальный шов, и вот такой результат для первого шва. Довольно, я бы сказал, такие приличненький. Значит, получился буквой Z вот такой вот шов, вот, получается вести надо неспешно, медленно, ну и в принципе можно сделать нормальный вертикальный шов. И сейчас вот здесь вот сделаю второй шов, полумесяцем буду вести вот так, раз-два, раз-два, раз-два. Второй шов получился полумесяцем, взбиваем шлак, смотрим, что тут у нас. О, и по мазкам. Вот такой довольно-таки тоже приличный получился шов. Значит, полумесяцем, видите, как виден этот самый полумесяц, второй шов получился полумесяцем, тоже ничего, вертикальный, лиха беда начала. Значит, опыт сварки 5 минут. Сейчас тут сделаем третий шов обратным полумесяцем. Вот такие вот движения. Теперь ввел третий шов электрод обратным полумесяцем, чуть-чуть ближе держал к заготовке. Сейчас посмотрим, что оно получилось на третьем шве. Я вам, ребята, скажу сразу, что шов получился очень красивым. Ну, относительно красивым. Даже лучше, чем первые два. Но это не из-за того, что я вел обратным полумесяцем, а из-за того, что я электрод держал ближе к заготовке. Вот и сейчас попробую провести, значит, восьмеркой. Вот тут вот так вот. Сейчас я вам этот покажу ближе. Вот видите, намного лучше получился шов, чем первые два. Уже есть прогресс. Так, и четвертый шов уже. Короче, теща гремит кастрюлями. Обед скоро. Пять часов вечера. И получается восьмерка. Я уже поднаторел. И третий, четвертый шов, независимо от метода ведения, получается лучше. Потому что ближе держал электрод до заготовки. Вот и получилось. Смотрите, что получается. Ну, и вот четвертый шов восьмеркой получается вот такой. В общем, независимо, как вы ведете, все четыре шва примерно получаются одинаковые. Значит, аппаратом доволен. Вот, довольно-таки компактный прибор. Ссылку оставлю под видео. Всем рекомендую. Хорошо варят швы. Вот, значит, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Буду признателен, если поделитесь моим видео с друзьями. Всем привет. С вами был мистер Алекс. Максимальный ток у аппарата 160 ампер. Все. Выключаемся. Спасибо. Спасибо.